Доброго времени суток! С вами Скримов, и сегодня я расскажу вам про класс Мастер Стрельбы, он же Ганнер. Мастер Стрельбы является одним из самых сильных ДПС-классов в ПВЕ и ПВП режимах 6х6. Данный класс уникален тем, что имеет лучшую мобильность и сильнейший берстовый урон в игре. В ПВЕ это сказывается на том, что Ганнер имеет огромный стартовый урон и как следствие высокий статический урон. В ПВП режимах 6х6 Ганнер, при должном умении вовремя ворваться в драку, может вполне убить соперника одним выстрелом, а то и уничтожить всю вражескую команду. На балансной арене Ганнер является не самым сильным классом в данный момент. Из плюсов можно выделить тот же колоссальный урон, но на этом плюсы подходят к концу. Класс, несмотря на свою сильнейшую мобильность, страдает из-за недостатка живучести на арене. Рассмотрим класс поподробнее. Почти всё, что я сказал вам выше про высокий стартовый урон и берст, в основном относится к огненному Ганнеру. Огонь – это та самая стихия, которая доступна вам сразу после создания персонажа и прохождения первых обучающих квестов. Также у Мастера Стрельбы есть ещё одна стихия – Тьма. Возможность её использовать появляется чуть позже, после прохождения определённых сюжетных квестов. И как только вы получите вторую стихию, сразу же возникает вопрос – какая из этих двух стихий лучше – Огонь или Тьма? В случае, если вы являетесь большим любителем ПВП, для вас абсолютным и единственным правильным выбором станет стихия Огня. Только данная стихия поможет вам быстро и дерзко убивать врагов на всевозможных ПВП-режимах. Что, предпочитаете ПВЕ-контент? Тут уж можно и подумать на стихии Тьмы. Если вкратце объяснять разницу между этими двумя стихиями в ПВЕ, то можно сказать следующее. Ганнер в Огне – это огромный стартовый урон, который в дальнейшем начинает снижаться, но в целом держится на очень высоком уровне. Мастер стрельбы в Тьме – это стабильный урон от начала и до конца боя с боссом. В итоге получается так, что средний урон по боссам у этих двух типов ганнеров одинаковый. Так какую же стихию выбрать? Выбор за вами, но я бы вам советовал играть за ганнера в Огне, в силу своей универсальности. Ибо, как я уже сказал выше, стихия Огня превосходит Тьму в ПВП, также не уступает в ПВЕ, а в некоторых моментах даже превосходит. Если вы только начали свой путь за мастера стрельбы, то можете спокойно побегать в обеих стихиях и посмотреть, какая же вам больше нравится. Ведь на первых этапах стихия не будет решать ничего. А вот брутальная стрельба на вскидку в стихии Огня или пафосные движения при стрельбе в стихии Тьмы могут вполне запасть вам в душу. Итак, со стихией мы разобрались, перейдем к легендарным скиллам. У ганнера все скиллы, которые можно раскачивать в разные ветки, открываются до 30 уровня. Посмотреть их полный список можно, нажав на кнопку Кей, поставив галочку возле надписи приема для тренировок. У многих из этих скиллов есть, скажем так, апгрейд, улучшение, которое и называется легендарным скиллом. Все легендарные скиллы можно получить тремя основными способами. Выбить нужные части в определенном данже, купить за пвп ресурсы такие, как очки авторитета или драконьи фрукты, или купить куски легендарных скиллов на аукционе за золото. Чтобы узнать, какой скилл можно улучшить, вам достаточно взглянуть на иконку навыков. Если вы увидите на них красную книжку, то это значит, что скилл можно сделать легендарным. Класс мастер стрельбы не является сильно требовательным к легендарным скилам, но многие из них могут положительно сказаться на вашем уроне. Например, один из самых полезных легендарных скиллов в пве это скилл на правой кнопку мыши, шквал пуль в огне, или темный выстрел в тьме. В огненной стихии он позволяет вам чаще активировать скилл пробивной выстрел, но поподробнее об этом я расскажу вам чуть позже. Стихия тьмы, легендарная версия темного выстрела, повышает ваш урон от этого скилла. Все остальные легендарные скиллы являются в меру полезными, но не самыми важными. Из них можно выделить цешку, которая увеличит время действия огненного дождя в соответствующей стихии, или увеличит регенцы в стихии тьмы. Рывок с гарпуном, который позволит вам бежать немного ускоренным после использования гарпуна. Скилл боевая готовность, он же ваша контратака, которая позволит вам блокировать атаки боссов и игроков. С легендарной версией данный скилл, прокачанный по первой ветке, позволит вам блокировать атаки раз в 6 секунд, в то время как простая версия позволяет это делать раз в 9 секунд. В пвп вам может пригодиться улучшение вэшки. По второй ветке время ослабления повысится на 1 секунду, а по третьей ветке уменьшится откат скилла. Также есть очень полезная легендарка, но которую к сожалению и получить невозможно. Это наша тапка. На нем так и написано, никому пока не удалось отыскать легендарную книгу Патихона. Ну и ладно. С легендарными скиллами разобрались. Переходим к экипировке. Где-то к середине сюжетных квестов игра предложит вам выбрать коробочку с вашим первым легендарным оружием, тем самым, которую вы будете улучшать на протяжении всей игры. Смело выбирайте коробочку с пистолетами морока. Он увеличит ваш ДПС от правой кнопки мыши. Что, уже прошли сюжетку и выбрали пистолеты грез? Не печальтесь, разницы в уроне не будет практически никакой. Тем более, рано или поздно ваши пистолеты эволюционируют в пушку ворона, у которой уже будут более полезные бонусы. Кольцо и серьга. Первое время бегаем с тем, что нам дали добрые NPC по сюжетным квестам. Но как только дело дойдет до рейда на ворона, он же черная твердыня. Тут уже нужно будет точно определиться со стихией, в которую вы в дальнейшем собираетесь играть. Ибо в данном рейде вы сможете получить кольцо и серьгу, которые будут увеличивать урон только одной из стихий. С ожерельем та же песня, только падает оно из еще более крутого рейда, с Джулией. Особое внимание хочу уделить браслету. Вбиваем его в дан же светилище Нарю. Для большего профита в плане урона, а также чтобы он работал в пвп, выбираем браслет ярости зверя, он же синий. На браслете советую сосредоточить максимум внимания, ибо накопить на него сущности или просто выбить его не составит большой трудности в текущих реалиях. А вот урон он вам повысит довольно серьезно, причем как в 6х6, так и в пве. Про правильное использование браслета я расскажу вам чуть позже. Следующий важный момент это сфера, она же душа. Дойдя до 10 сферы потихона, у нас появится возможность улучшить ее до охранной сферы. Тут может случиться небольшая загвоздка. В случае если вы огненный гайнер, вас будет интересовать минутная сфера, в древе улучшения она находится слева. Если вы теневой гайнер, то более профитной для вас будет 8-секундная сфера, которая находится справа. Вы же помните, что я говорил вам в начале гайда? Огненный гайнер выдает бешеный урон на разгоне, и в этом ему поможет душа, которая долго откатывается, дает много урона в первые несколько секунд боя. Темный же гайнер имеет стабильный урон весь бой, и как раз сфера, которая откатывается 8 секунд, поможет вам полностью раскрыть ДПС потенциал вашего темного стрелка. Так в чем же загвоздка, спросите вы? При перековке с 10-й сферы Патихона до охранной, вам выпадет случайно из этих двух душ, и возможно вам придется потратить один эликсир, чтобы перейти в нужную сферу. Желаю вам удачи с рандомом. Далее у нас идут очень важные слоты в инвентаре, символ и подвеска. Гайнеру в огне следует выбрать зеленый символ, который называется сезонный символ Патихона. Он добавит вам 2 секунды к времени действия вашего таба, и позволит использовать стрельбу на вскидку еще разок, а может даже 2 раза. Темному мастеру стрельбы следует взять темный символ Патихона, он увеличит длительность бездны, что позволит вам наносить еще больше урона по боссам. Данные символы можно улучшить в легендарную версию, что представляет собой соединение двух баджи одной стихии в один. В случае с гайнером следует заниматься этим в последнюю очередь, но на всякий случай сейчас вы увидите у себя на экране символы, которые нужно будет сделать позже, как-нибудь, в последний момент. Подвески. Самым лучшим вариантом будет легендарная подвеска, которая выпадает со второго босса рейда Джулии. Вы видите на экране эти подвески, но заполучить их будет крайне тяжелой задачей, ибо для этого нужно быть сильным и найти такой же сильный рейд. На первое время можно взять подвеску Поднебесье, в случае если в огнестрелок. Темному же гайнеру следует взять небесную подвеску. Обе этих подвески покупаются за перья ворона и дают крайне посредственный бонус к урону. Не советую сильно заморачиваться из-за простых подвесок, но если все-таки захотите, вы знаете какие лучше. Осталось разобраться с триграммами. Тут все просто. Как только вы немного раскачаетесь, вам следует найти рейд в черную твердыню, в котором вы сможете получить триграммы Вестника Смерти. Данные скрижали усилят вам все основные скиллы гайнера, а также, что самое главное, уменьшат откат нашего основного ДПС бафа, круга силы, он же ТАП. Со временем вы найдете рейд на Джулию и сможете начать собирать темные триграммы, которые являются аналогом скрижали ворона, только дают еще больше урона. Пояс, перчатка и питомец не имеют выбора при морфе, поэтому заострять внимание на этом моменте я не буду. Теперь вы знаете, к чему стремиться и какую экипировку выбирать. Перейдем же непосредственно к ротации скиллов. Как же правильно нажимать кнопки? Начну с огненного стрелка. Тут ротация, прибитаясь с боссом, выглядит следующим образом. Нажимаем В, нажимаем ТАП и дальше последовательно, пока действует баф от таба, нажимаем ФЛКМ, 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 до тех пор, пока не закончится баф. После этого нажимаем три раза кнопку 4, тем самым мы получаем разрывные пули, которые в свою очередь позволяют нам использовать взрывной залп, он же кнопка Ф. После того, как мы использовали всю четверку, кидаем огненный дождь, он же С, и дальше, без остановки, стреляем ПКМом и Ф-кой. В течение битвы с боссом, после использования ПКМа, есть шанс, что у нас активируется пробелый выстрел, он же Тройка. Как только этот скилл станет доступным, нажимаем на него, тем самым при следующем нажатии на кнопку F, мы получим полный барабан разрывных пуль. Немного поясню про скиллы. Волна энергии, Вэшка, нужна для активации вашего браслета, а в дальнейшем и легендарной подвески. Наш круг силы, он же ТАП, позволяет нам использовать стрельбу на вскидку. Невероятно сильный скилл, который в дальнейшем вы очень усилите с помощью скрижарей, а также подвеской и браслетом. Сразу же после нажатия на ТАП, вы сможете сделать первую серию выстрелов с стрельбой на вскидкой, нажав на кнопку F. Чтобы сделать следующую серию выстрелов, вам нужно перезарядиться нажатия на ЛКМ, после чего опять следует нажать на F, и так пока будет действовать баф. Ротация темного ганера. Нажимаем сразу три раза на кнопку 3 и далее нажимаем F, тем самым вешаем на врага дебаф бездны, повышающий урон от ПКМа. После чего мы прожимаем одновременно В, С и ТАП и далее спамим ПКМ F и 4. Четверка позволяет нам сбросить 50 стаков безумия, что не даст нашему ганеру сойти с ума. Если же дать нашему ганеру накопить полные стаки безумия, то он начнет наносить бешеный урон, но ЦИ будет заканчиваться с неимоверной скоростью. Данный момент может спасти только ТАП, но он имеет долгий кулдаун и действует всего 8 секунд, поэтому, на мой взгляд, лучше воздержаться от использования данной механики и просто сбрасывать стаки за счет четверки. Сейчас вы увидите на своих экранах правильную ПВЕ-раскачку для обоих типов ганеров. Такие скиллы, как взрывной выстрел и выстрел гарпунами, вкачивайте на свое усмотрение, в зависимости от того, какой вид контроля вам нужно будет дать в том или ином данже. Скажу немного слов про ПВП. На примере 6х6. Играя за огненного ганера, вам следует внезапно нападать на врагов из-под тяжка, заходить к ним в спину и нажимать вейтап, после чего пытаться расстреливать врагов. В случае, если у вас очень сильная экипировка, вы сможете наносить огромный урон врагам, а возможно, даже будете убивать врагов одним выстрелом. Кстати, в этом моменте есть очень приятный бонус для вас. Ганер эффективно убивает врагов 6х6, даже будучи одетым полностью ПВЕ-скрижали и ПВЕ-оружие, ведь первое время у нас не будет лишних средств на ПВП-снаряжение. Хотелось бы мне сказать больше про ПВП-фишки, а также про балансную арену, но тут и 30 минут не хватит. Давайте я вам продемонстрирую правильную ПВП-раскачку в обоих режимах, а вы посильнее раскачайтесь и попробуйте сходить подраться, ведь только так можно научиться играть в ПВП в игре Blade & Soul. Да, обратите внимание, что тап на балансной арене вкачивается по второй ветке. Делается это, потому что тап по первой ветке не пробивает всякого рода блоки, а также заставляет вас стоять на месте во время стрельбы, что позволяет вас легко застанить. Ведь чтобы успешно драться на арене, нужно хорошо уметь избегать атаки врагов. Для этого у вас есть гарпуны SS и Q, которые, кстати, вы можете вкачать по разным веткам, в зависимости от того, что вы хотите делать, спасаться за счет двух секундной невызвимости или агрессивно нападать на врага за счет двух дополнительных скиллов. Но учтите, что при прокачке Q по второй ветке вас очень легко скинуть вниз. Пользуйтесь этим скиллом с умом. А с вами был Скримов, до скорых встреч в мире Blade & Soul.